Добрый день, уважаемые коллеги! Чрезвычайно благодарен организаторам за предоставленную возможность выступить на столь замечательном мероприятии, тем более в отношении столь интересной для меня темы ЭГ-мониторинга в послеоперационном периоде у нейрохирургических пациентов. В начале своей карьеры анестезиологом я неоднократно попадал в такую ситуацию. Судороги у пациента после интракраниального вмешательства, практически сразу, выполнены экстренные КТ без какого-либо морфологического субстрата, вызываем невролога, он нейрофизиолога, тот, если вовсе не отказался от выполнения ЭГ-исследования вследствие краниатомной раны и наложенной повязки, цепляет электроды, залипает на экран некоторое время, после этого говорит что-то непонятное и уходит писать еще более непонятное заключение. А я как лечил пациента до его прихода, так и продолжаю лечить. Знакомая ситуация? Ну, уверен, что немало из вас попадали в нее. Ну, и сегодняшним, соответственно, выступлением я попытаюсь некоторые, может быть, вопросы прояснить. Всем пациентам в реанимации после операции на сердце проводят ЭКГ-мониторинг. И реаниматолог, и бестерапевт знает, когда пациент нуждается в экстренном, полноценном ЭКГ-исследовании в 12 отведениях. А вот на вопрос, нуждается ли пациент после операции на головном мозге в рутинном ЭКГ-исследовании, и когда необходима ему полноценная экстренная ЭКГ еще и в непрерывном варианте, на этот вопрос существует лишь мнение в зависимости от клинической ситуации и лишь одна сильная рекомендация – рефрактерный эпистатус. Обычно это первое и последнее, что запоминают анестезиологи-ординаторы, когда им рассказывают про судороги в послеоперационном периоде. И это, наверное, имеет право на жизнь, потому что дальше начинается жесть и серая зона. Что же такое рефрактерный эпистатус? Получается, что реаниматолог обязан знать и уметь поставить этот диагноз, потому что ситуация неотложная, и пока дозовешься профильного специалиста, которым является невролог, она может стать труднокупируемой. Обычно с определением рефрактерности проблем не возникает в отношении статуса. Это отсутствие обратимости в ответ на введение препарата в первой и второй линии. А вот с эпиприступом есть некоторые сложности. Вот такое вот длинное определение статуса и короткое приступа, но можно не вчитываться. Из них следует для практики как минимум одно. В связи с тем, что в силу патофизиологических механизмов приступ это обратимое явление, то для диагностики статуса от приступа необходимо засечь его длительность. То есть по-простому это включить секундомер. Теперь давайте по-честному. Кто хотя бы раз в своей карьере засекал длительность эпиприступа? А ведь это важно с точки зрения ранней диагностики. Ну если засекали, отлично, это правильно. Есть уже комментарии? А, это в смысле вопрос был? Ну у меня такой, да, извините. Вот, и соответственно необходимо засечь этот эпиприступ. Кратенько буквально по введению пациента с эпиприступом. Пациент с эпиприступом не нуждается в экстренном введении ему медикаментозных внутривенных антиконвульсантов. Не нужно пациенту их вводить. Пациент нуждается лишь в охранительном режиме с или без кислорода. Но что более важно, ему необходимо провести диагностику. А для послеоперационного... Да, включающую, соответственно, определение длительности эпиприступа. И уж точно здесь экстренного ЭЭГ не нужно. Для послеоперационного пациента это в основном выполнение экстренного КТ. В том числе мы берем глюкозу, анализы, биохимию, общий анализ крови, так и для безопасности. Приведу клинический пример. Пациент после клипирования аневризма головного мозга, без применения интероперационного временного клипирования, на выходе выполнена ангиография, аневризма выключена из кровотока, кровоток по сосудам сохранен. Наблюдали вот такие вот ритмичные подергивания мышц лица. Витальные функции были в норме, глюкоза не повышена. Сделали контрольное КТ, морфозубстрата для судорог не было. Тем временем такие вот эпиприступы повторяли сначала каждые 10 минут, потом каждые 2 минуты, их длительность была 30 секунд до 1,5 минут. Вопрос, статус или нет? Для того, чтобы поставить диагноз статуса, фокальный приступ или сложный приступ должен длиться не менее 10 минут. Для генерализованного клоникотонического, извините, это 5 минут. Явно пациент до этого диагноза не дотягивает. Еще одним важным компонентом является оценка межприступного интервала. Если между приступами пациент не восстанавливается до исходного уровня, значит это статус. Но с послеоперационными пациентами сложнее, у них остаточная медикаментозная седация, которую с легкостью можно принять за отсутствие восстановления. Но в принципе для меня достаточно для практики это восстановление вербального контакта и выполнение команд. Что делать с предыдущим пациентом, который я показал? Согласно нынешним рекомендациям, если он не дотянул до статуса, мы имеем право лишь увеличить дозу или назначить перооральный антиконвульсант. Нет рекомендации для того, чтобы вводить ему парантеральные антиконвульсанты. Не знаю, прав я или нет, но я не использую эти рекомендации, не кормлю пациента перооральными антиконвульсантами, как только длительность и частота этих приступов показывает тенденцию к увеличению, то я ввожу нагрузочную дозу парантерального антиконвульсанта в нашей клинике ТВАЛЬПРОВИКСЛОТА и некоторое время наблюдаю. Если это не помогает, тогда уже я ввожу диазепан. Почему сразу, не сразу ввести диазепан, как собственно в протоколе введения самого статуса? Ну именно для того, чтобы не смазать межприступный интервал, чтобы не сразу уйти на диагноз рефракторного статуса. Нередко удается, я бы даже сказал, чаще всего удается вот такого типа судороги обратить вспять и собственно как-то выровнять ситуацию. Но, к сожалению, конкретно в этом случае не удалось помочь пациенту. Нагрузочная дозировка вольпроевой кислоты, двукратный диазепан. Все это привело лишь к угнетению сознания и поставили диагноз рефракторного статуса, иначе его лечить. А теперь в отношении лечения рефракторного статуса. Это одна большая серая зона. Определенно здесь лишь только то, что пациент с этим диагнозом должен быть в палате интенсивной терапии. Здесь никаких не должно быть аргументов. В том числе ему обязано, необходимо проводить непрерывный эгемониторинг, целями которыми будут являться подтверждение эпилептической природы и контроль эффективности препаратов в третьей и четвертой линии. Как реаниматолог в нейрохирургии я очень рад, что с послеоперационными пациентами не часто приходится у этой категории пациентов дифференцировать состояние от других неэпилептических феноменов. Я этому очень рад, но, к сожалению, бывает и такое. Приведу клинический пример. Молодой пациентке выполнили микроваскулярную декомпрессию пятой пары слева без каких-либо проблем. Вечер-ночь провела в палате пробуждение, опять же, тоже без особенностей. На утро выполнили контрольное КТ, все хорошо, перевели в палату. Вторые сутки провела уже на общем отделении тоже без проблем, но на третьи сутки в экстренном порядке переведена в палату интенсивной терапии в таком состоянии. Клонус верхних конечностей, в ногах тонус, контакт отсутствует. На удивление, внешнее дыхание никак не было нарушено. Тип операции, отсутствие эпи в анамнезе, не характерное для, не очень характерное, скажем так, для генерализованного клоникотонического приступа, все это заставило нас усомниться в эпиприроде этого состояния. Взяли анализы, сделали КТ, там все более-менее было прилично, и сделали ЭЭГ-исследование. На ЭЭГ эпипробежки из правого виска, напоминаю, что и операция тоже слева, хотя и в заинчерепной ямке. Сначала фокальная, потом с переходом в генерализацию, сопровождающуюся, представленную на предыдущем слайде, картины. Таким образом, в данном случае ЭЭГ позволило подтвердить эпиприроду данного состояния. Теперь по поводу серой зоны лечения рефротерного статуса. Вы помните, я про это говорил. Если для самого статуса, для первой линии препаратов, в которой имеются бензодиазепины, уровень доказательности 1, то для препаратов второй линии, инъекционных антиконвульсантов, это уже 2, что на самом деле очень даже неплохо, потому как для третьей линии, для рефрактерного статуса, убедительных доказательств преимущества какой-либо избранной из тактик введения этого пациента в статусе нет. То есть, что это значит? Это значит, вы можете использовать любую тактику, и вас за это ругать никто не будет. Ну, просто нет доказательств убедительных для этого. На слайде я расположил 3 типа тактик по горизонтали, по увеличению их агрессивности. В рамках первой тактики вы можете ввести повторную дозировку или добавить другой антиконвульсант инъекционный. В рамках второй тактики это введение пациента в медикаментозный сон с помощью общих анестетиков пропофол, медозол, антиопентал. Ну и третья тактика, самая агрессивная, это введение препаратов для общей анестезии с достижением паттерна ЕГЭ-вспышка-подавления. Вне зависимости от того, какую тактику вы используете, лишь ЕГЭ-мониторинг с высокой долей вероятности сможет сказать, купирован статус или нет. Уход судорожных проявлений статуса, к сожалению, не является специфичным. Часто судорожная активность переходит в бессудорожную, персистирует статус, и этим почему-то грешат именно послеоперационные пациенты. Снова клинический пример. Пациент К после клипирования артериальной невризмы головного мозга при попытке пробуждения, фокальный приступ с переходом в генерализованный, глюкоза, анализы, экстренное КТ, без морфологического субстрата, все это в течение 15-20 минут, повторный фокальный с переходом в генерализованный, нагрузка в альпраатоме, диазепам, вроде как чуть-чуть помогло, но через 30 минут повторный фокальный с переходом в генерализованный, к сожалению, вечером того дня не было возможности наладить непрерывный геомониторинг. Применили вторую тактику, как минимум, введение пациента общего анестетика. И, к сожалению, не было никаких судорожных проявлений всю ночь, до тех пор, пока на следующее утро перед обходом дежурный врач решил не отключить пропофол и пробудить пациентку, что привело к повторному фокальному с переходом в генерализованные. Больше не решили не экспериментировать, дождаться АЭГ, подключив, возобновив пропофол. Вот что мы наблюдали, вот что было с биоэлектрической активностью головного мозга при инфузии пропофола. 300 мг в час в 60-килограммовой пациентке, в общем-то, приличная дозировка, ну, анестетическая как минимум. Отмечу, что никаких внешних проявлений не было. Хирурги не поверили, что это эпиактивность, что это статус, и, несмотря на ананас, попросили разбудить. А вот к чему это привело. Вот, к сожалению, видео внешних проявлений у меня не сохранилось, но, поверьте мне просто на слово, это был именно генерализованный клоникотонический приступ, самый настоящий, что позволило нам поставить диагноз рефрактерный, уже даже суперрефрактерный эпиприступ. И тут я уже решил поменять немножко вместо пропофола, я решил использовать теопентал до появления паттерна вспышкоподавления, то есть использовать самую агрессивную тактику в ведении пациента. Но, как оказалось, этого было недостаточно. Несмотря на инфузию теопентала 300 мг в час и появление паттерна вспышкоподавления с периодами подавления 7-10 секунд, с периодичностью где-то 1-2 раза за 5-10 минут после вспышки мы регистрировали эпилептифорную, эпилептическую, я бы даже сказал уже, активность длительностью от 30 секунд до 2 минут. При этом такая картина, к сожалению, не имела тенденции к снижению частоты и длительности этих пробежек в течение 3 часов. В связи с этим я решил еще более сделать терапию агрессивной. Я увеличил скорость эпилептифора до 500 мг в час, что вставило где-то около 8 мг на кг в час. В течение 30 минут это привело к увеличению длительности периодов подавления до 15-20 секунд. К счастью, уже без эпизодов эпиактивности. На следующее утро после отключения теопентала эпи не возобновлялась. Через 5 дней пациентке восстановилось сознание, еще через 3 дня экстубировали. В конечном счете без какого-либо неврологического дефицита выписали пациентку из стационара. Конечно, мы все сильны задним умом. Мне представляется, что если бы мы сразу подключили ЭЭГ-мониторинг у данной пациентки, то оккупировать эпистатус удалось бы гораздо быстрее. И, наверное, это существенно сократило бы длительность ее пребывания в реанимации. Но, к сожалению, данный вид мониторинга недоступен круглосуточно в нашей клинике. Ну, а где он, собственно, доступен? Может быть, кто-то из вас с этим поделится. Мне кажется, даже в институте ситуация не лучшим образом обстоит, чем у нас. Отчасти проблему с доступностью ЭЭГ-мониторинга можно решить с помощью мониторов глубины анестезии, которые в качестве одного из показателей рассчитывают так называемое соотношение вспышки к подавлению. Мы много сегодня говорили о мониторах. И вот еще одна прикладная точка, но уже в послеоперационном периоде. Упрощенно данный показатель представляет из себя соотношение периодов ЭЭГ-молчания к любой биоэлектрической активности. Подключив такой монитор к послеоперационному пациенту, он может быть использован для тетрования общего анестетика в рамках самой агрессивной тактики ведения пациента в рефракторном статусе. Но, как показал последний клинический случай, продемонстрированный мной, тем не менее, в таком подходе стопроцентной гарантии, к сожалению, все равно нет. Но регламент выступления не позволяет поделиться многими интересными наблюдениями, обсудить их особенности. Завершая свой доклад, еще раз скажу, что абсолютным показанием для ЭЭГ-мониторинга послеоперационного периода у нейрохирургических пациентов является рефракторный эпистатус. Но вокруг этого существует большое количество нерегламентированных ситуаций, тактику ведения которых вы будете принимать сами, исходя из клинической ситуации, вашего опыта, мнения коллег, ну и самое главное, здравого смысла. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, кто готов задать прямой, бескомпромиссный вопрос? Профессор. Пожалуйста, мне кажется, в инструкции к тебе пенталу указано, что суточная дозировка 1 грамм, и как вы обошли этот вопрос юридически? Кофлейбл использования любого препарата. Мы проводим консилиум и записываем консилиум историю болезни. Это самый простой вариант. Ответил? Коллеги, смотрите, кто пришел. Андрей Юрьевич двигается к нам. Но держитесь. Скажите, пожалуйста, а вы правда считаете, что ненужный эпиприпадок немедленно купировать? Да, это хороший вопрос. Извините, я просто поясню. Эпиприприпступ сам по себе первичный, не требует экстренного медикаментозного лечения. Во время каждого приступа такого погибает колоссальное количество иронов, которые потом замещаются. Это в дальнейшем источнике. Как можно это не делать сразу? Ну, это философский, видимо, вопрос, Андрей Юрьевич. Но экстренного медикаментозного вмешательства эпиприприпступ не требует. Нет, Медиславович, тут вы идете на позицию неврологии. Неврологический первый приступ действительно, он да. Но симптоматический приступ всегда требует купирования. Особенно в отделении клинимации. Все клинические рекомендации начинаются с того, что есть признаки, да, они должны быть купированы. Есть судороги, они должны быть купированы. Да, вопрос как? Нет, вопрос... Да, поэтому я акцентирую... Они не подлежат наблюдению. Ну, поэтому я и сказал очень обтекаемо, что экстренного медикаментозного инъекционного лечения приступ не требует. То есть ему не нужно вводить несидоксинов. Чаще всего просто проблема в чем? Если такой пациент поступает после операции, у него появляется, вот как у первого пациента, судороги. И что делает реаниматолог? Он хватает сибазон и вводит. К чему это приводит? Приводит к седативному эффекту и затирается картина межприступного периода. Понимаете? А если... А наша основная задача – это поставить диагноз. Потому что рефрактерный эпистатус может требовать более скорейшего, скажем так, лечения. А если рефрактерного статуса нету, то можно обратить ситуацию менее агрессивными способами. Но тем не менее, говорить о том, что диагноз важнее повреждения, наверное, довольно промечиво. У нас здесь диагноз – симптоматический приступ. Он не требует диагностики. Тем более, если речь идет о послеоперационном периоде. Чего что вам обсуждать-то? Это, наверное, полемика. Я смотрел, уже готовится. Да это классно вообще. Обычно никто ничего не задает. Есть полемика научная, есть полемика тактик. Это напряженная полемика. Потому что вы произносите вещи, которые бьют по давно уже сложившейся и ясной тактике. Я позволю себе подхватить и задать вам вопрос. А что кроме эпистатуса рефрактерного, других показаний, вы считаете, для послеоперационного ЭГ-контроля? Нет, вы так обтекаемо сказали, что, ну, в общем, есть нюансы. Вот можно нюансы узнать от вас? Да, доклад я хотел именно посвятить такому железобетонному показанию, да, к непрерывному ЭГ. Вот, но есть ряд ситуаций, когда, собственно, ЭГ можно и нужно, но не в экстренном варианте, потому что рефрактерный статус, это его нужно, чем быстрее ты его вылечишь, тем меньше вероятность, что пациент уйдет в долгосрочный период лечения, в реанимации, соответственно. А вот эти вот... Это ведь ретроспективно. То есть рефрактерность эпистатуса, в общем, определяется достаточно... Когда он начинается, еще непонятно, он будет рефрактерный или не рефрактерный, или это вообще серия приступов? Ну, согласно нынешним рекомендациям, здесь совершенно четко. То есть вы категорически будете ждать 5 минут? Еще раз. То есть вы будете ждать 5 минут, чтобы, о, рефрактерный пошел. Давай. Дело в том, что, да, из-за патофизиологических механизмов обратимости приступа, неврологи и, соответственно, нейрохирурги проводили исследования и говорили, когда эти еще патофизиологические механизмы сохранены. Соответственно, если они сохранены, зачем их лечить? Для генерализованного клоникотонического это 5 минут. Понятно, что прямо 5 минут мы не будем ждать. Но, наверное, если мы засечем принципиально, да, и поймем, что мы где-то в этой области, то неплохо. Хуже ситуация, когда пациент судорожит, да, а при этом мы вообще не предпринимаем никаких действий. И когда подходишь и спрашивают, а давно он судорожит-то? Он говорит, так. И вот это вот так, оно, собственно, и напрягает. А как быть с бессудорожными состояниями, которых огромное количество? То есть исходя из вашего... Ваши животные, их вообще ничего, собственно, нет судорог, нет проблемы. Ну, опять же, обтекаемость в чем заключалась? В том, что если люди начнут понимать, что ЭЭГ, непрерывное ЭЭГ, нужно хотя бы для рефрактерного статуса, это уже будет огромная победа для реанимации. А все остальные ситуации, это уже надо дальше работать в рамках нашей специальности и вместе с неврологами, нейрохирургами. Это комплексный подход. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Но вот Александр Николаевич Еконовалов, он говорит так, всегда нужно определиться с Е-дефинициями. Вот и проблема в том, на мой взгляд, что здесь идет очень такое выраженное перемещение, смещение Е-концептов. Когда вы говорите, что нельзя лечить первый припадок, а надо поглядеть, то это действительно абсолютно прав. Андрей Августович, этот концепт идет из неврологического концепта. Но нужно понимать, что этот концепт не касается пациентов, которые где-то развили судорогу и привезли в клинику уже без судорог. Это концепт один. И на самом деле, впервые возникший судорожный припадок не нуждается в лечении. А совсем другой концепт должен работать, когда у нас идет пациент после операции, когда пациент идет с какой-то церебральной катастрофой. И здесь концепт должен быть один. Судорога порождает судорогу, и судороги убивают головной мозг. И поэтому здесь нужно бросаться абсолютно точно на самые пациенты. И здесь должны быть безусловные бензодиазепины. И концепт номер три, с которым я полностью с вами согласен, родина. Если вы помните, то в гайдах первой строкой идет лоразепам. У нас лоразепама нет. Поэтому я с вами абсолютно согласен, что остается актуальным вопрос, нужно ли вводить диазепам. Но если вы задаетесь таким вопросом, то вы должны помочь коллегам и перейти ко второй линии гайдов, вспомнить, что у нас есть, слава богу, мидазолам. И уже подискутировать, его вводить внутривенно или внутримышечно. А вопрос к вам, как к создателю концепта, что не надо вводить диазепам. Будете ли вы готовы, как представитель медицинского сообщества нюрокритикалкея, обратиться к Минздраву, чтобы лоразепам наконец-то был зарегистрирован. Спасибо. В общем, видите, много вопросов. И последний, все равно доклад, конечно, всегда представляет интерес. Вот клинический пример, который вы приводите, все-таки его надо сделать более упорядоченным, потому что с моей точки зрения, слушателям, немного после прослушивания этого клинического примера, не совсем понятно, как действовать в ситуации с рефракторным статусом. На самом деле там есть четкий алгоритм поведения. Во многом он заимствован, конечно, из зарубежной литературы, но он представлен. И с ним, конечно, надо знакомить читателя. Еще вопрос? Еще вопрос, пожалуйста. Ну вот ваш доклад, вы видите, максимальное количество вопросов, поэтому вы победитель. С петербургской концепцией мне все ясно, в принципе. Я знаю и люблю ваш институт. И вот за несколько лет я знаю, что у вас подходы введения таких больных менялись. А как вы сейчас в своем институте лечите судороги, собственно говоря? Институт, не надо любить с ним, надо дружить. После операционной судороги мы лечим, если судорогу, как кто-то сказал, значит, если мы успеваем вводить бензодиазепины, это медазолам, либо диазепам, неважно, значит, мы вводим, если мы видим, потому что считаем, что после операции любого нейрохирургического вмешательства это втройне вредит поврежденному головному мозгу. Дальше, если у нас есть ощущение, что ситуация развивается, естественно, мы будем переходить на противоэпилептические препараты. Это будут вольпрааты, либо сочетание вольпраатов с кепрой. Если нам требуется развернуть эго-мониторинг, значит, мы его развернем, в принципе, по кадровой ситуации, по технологическому можем это развернуть практически в большинстве ситуаций 24 часа в сутки. И дальше, естественно, совершенно правильно уже подбирать при рефрактерности развивающейся ситуации противосудорожную терапию вплоть до введения. Ну, сначала это будет пропахол, если это будет резистентная ситуация, потом это будет уже теопентал. Но, естественно, под контролем эго-мониторинга. Но, кроме того, существует еще ряд других препаратов, скажем так, которые могут использоваться в ВИМПАТ, тот же самый, который могут использоваться для коррекции судорожных припадков. Мы используем комбинацию из трех противосудорожных препаратов, если это требуется. И, естественно, очень важно, когда мы обсуждаем, уж раз возник такая дискуссия о купировании статуса рефрактерного, то сколько времени мы удерживаем пациента в ситуации birth suppression, тоже имеет принципиальный момент, например, потому что здесь под давлением нейрохирургов пациент был выведен из седации пропахолом, и опять это был эпизод, скажем, пребывания пациента в статусе, что, ну, как бы не является нелогичным с моей точки зрения. Вы удовлетворены? Ну, если это вы сколыхнули своим докладом такую дискуссию... По конец дня. Да, по конец. Значит, еще остались ледиаторы. Ну, я, чтобы уж реплику в финальном броске, вообще, действительно, коллеги, очень много протоколов интенсивной терапии и неотложных состояний неврологических, начиная от банального инсульта, вообще-то говоря, предписывает всякую ситуацию даже неадекватного поведения пациента, который не имеет убедительного субстрата, да, вот, пациенты, которые возятся в постели, которые не очень контактны, которые странно ведут себя, а на КТ, на МРТ нету явного соответствующего чуга, они подлежат ЭГ контролю. Все пациенты с анамнезом, имевшись когда-то, даже не дебютировавшей, а имевшие в анамнезе когда-то пароксизмальное состояние, при развитии церебрального повреждения должны контролироваться. Ну и самое главное, популяции нейронизационных пациентов с церебральным повреждением, по разным данным, там от 15 до 18% с бессудорожным ЭПИ. Вот вам мотив, да, развиваю мысль, что по большому счету служба, которая круглосуточная, по крайней мере с высокой частотой, почти что сканирует пациентов на пределах патологической активности, это правильный лозунг, да, и как минимум, если симптомные судороги, то они точно должны мониторироваться. Ну, да, спасибо большое еще, да, аудитория явно оживлена.